Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Ветхого Завета Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 17 главу. Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною. Если бы не насмешники их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Так начинает Иов свой ответ, вернее продолжает его после 16 главы и говорит о том, что дыхание ослабело, дни угасают, гробы предо мною. То есть мы видим, что Иов, несмотря на все страдания, которые на него обрушиваются, он не впадает в уныние, хотя и звучат иногда нотки такого отчаяния, но не в Боге и не в надежде на Бога, а вообще на жизни, зачем я родился, говорит он. Он как бы отвечает тем самым своим друзьям, что вы думаете, если вся жизнь, она состоит только в благополучии, то и для чего тогда человеку рождаться, раз он так страдает. И здесь Иов напоминает нам своими словами, он говорит, что гробы предо мною. То есть те слова, которые мы, в общем-то, знаем из псалмопевца Давида, который говорит, грех предо мною всегда вынут, то есть всегда предо мною есть. И отцы церкви учат нас о том, что, говоря так, помни последнее твоя и вовек не согрешишь. То есть помни, думай о смерти и вовек не согрешишь. Вот что по этому поводу пишет свидетель Игнатий Бринчанинов. У него есть такое краткое выражение, очень емкое и отрезвляющее людей, которые надеются в этой жизни только на этой жизни. Про таких людей, между прочим, Господь Иисус Христос говорит, что, и апостол Павел, вернее, говорит про таких людей, что все горе нам, если только мы в этой жизни надеемся на Христа. И вот что пишет свидетель Игнатий Бринчанинов, цитата. «Я странник на земле, странствование начинаю с колыбели, оканчиваю гробом». То есть действительно человек должен себя ощущать как странник на этой земле, не привязываясь ни к чему земному, о чем здесь говорит и Иов, отвечая своим друзьям, которые видят, что раз человек правден, значит он должен быть благополучен на земле. И он исправляет их ошибку такими словами. Вот что по этому поводу пишет свидетель Тихон Задонский, цитата. «Время жития нашего беспрестанно уходит. Прошедшего времени возвратить невозможно. Прошедшее будущее не наше, но только то, которое теперь имеем. Кончина наша нам неизвестна. Следовательно, всегда, во всякий час, мы должны быть готовы к исходу, если хотим блаженно умереть. Отсутствие заключается, что христианин должен находиться в непрестанном покаянии, подвиге веры и благочестия. Каким он хочет быть в происходе, таким должен стараться быть и во всякое время жизни своей. Ибо не знает с утра, дождется ли вечера, и с вечера дождется ли утра». Действительно так. Как ты рассказывал эту историю, она будет уместна к этой теме сегодня. Когда я был в одной из миссионерских поездок, в одной из сибирских епархий, то мне рассказали такой рассказ, который случился, история быль, которая случилась с двумя людьми. Один был священник, а другой был его брат, верующий, но такой, занимающийся часто своими делами, надеющийся только на этот день, надеющийся только на временное благополучие, лучше так сказать. И ему брат, брата звали отец Василий, вернее, священника звали отец Василий, а брата звали Алексей. И вот отец Василий всегда говорил своему брату, «Слушай, сходи в храм, пойдем, я сегодня служу, посмотри, вербное воскресенье, цветы, так красиво уже все, природа оживает». А это были 90-таки годы, он «Да успею, тут нужно бизнес делать, надо быстрее, быстрее, там сникерсы и все остальное, палатки загружать». Ему опять отец Василий говорит, «Ну, смотри, вот, в общем-то, да, говорил еще до этого, Рождество, все люди ходят на Рождество, Новый год, в храм, пойдем, я служу, в алтарь зайдешь, там, да вот сейчас как раз и некогда, как раз нужно вот сейчас и заработать, самый-самый, то есть успею». «Ну, Пасха, — говорит ему отец Василий, на Пасху все идут, куличи светить». Он «Да успею». Вот однажды приходят к отцу Василию и говорят, «Отец Василий, беда, брат ваш Алексей ехал на высокой скорости, торопился и пошел на обгон, не успел завершить обгон и врезался в лобовую с грузовым автомобилем, и там все погибли, два человека были, и он. Что делать? Отцу Василию пришел, взял своего брата, обмыл его, положил в гроб, начал читать за упокойную псалтирь, и ночью бывает такое состояние от усталости, как бы вот солны, не солны, он видит своего брата, который стоит в дверях, тянет руки к отцу Василию и говорит, «Василий, Василий, я не успел». Поэтому действительно, как говорит Тихон Задонский, не знаем мы, дождемся ли вчера, не знаем с утра, дождемся ли вечера, а с вечера дождемся ли утра. И как святитель советует, что необходимо всю жизнь христианину проводить в состоянии покаянном. Поэтому так и говорит, отвечает своим друзьям, Иов многострадальный, дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною. Далее, если бы не насмешки их, вот интереснейшие слова, насмешки друзей. Действительно, мы в Священном Писании много встречаем этих историй, которые связаны с насмешкой или с некой иронией. Насмешки бывают разные. Бывают, когда праведники говорят и насмехаются над злодеями. Бывает и наоборот. Но самая страшная, конечно, насмешка, которую мы находим в Новом Завете, это насмешка над Христом. Когда вели его, когда его побивали, когда издевались, когда играли с ним, били его по планетам, били его в спину, в затылок и говорили про реки. Ты ли кто? Кто это? А другие насмехались, кто тебя ударил. А другие насмехались, когда он был распят на кресте и говорили, «Ну что ты, врач, себя других спасал, спаси теперь себя». Это, пожалуй, самая страшная насмешка тех людей, которых, в общем-то, Христос называет, говорит, я не называю вас уже даже рабами, но друзьями. Но добавляет, на этом нельзя остановиться, если только исполните заповеди мои. Но, тем не менее, Христос даже называет, мы помним, когда Иуда, предатель, подходит к нему и целованием предает сына человеческого. Это тоже такая насмешка, такое издевательство, такое лукавство. И Христос, тем не менее, призывает его, Иуду, и говорит, «Друг, зачем ты пришел?» Обращается с этими словами. Иов, многострадальный, обращается к своим друзьям и говорит, «Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно». То есть мы говорили о том, что око — это зеркало души. И поэтому Иов ранее говорил о том, что око его успокаивается в Боге, и он ищет свою душу Бога. И мы читаем далее. «Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня? Ибо ты закрыл сердце их от разумения, и потому не даешь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу, у детей того глаза и стают. Он поставил мне притчу для народов и посмешищем для него». То есть мы видим, он говорит опять о посмешище, но также и просит, чтобы Бог дал его друзьям, друзьям Иова, мудрости. Напоминаем о том, что жизнь здесь не состоит только из земного благополучия. Вот что пишет святитель Василий Великий. Цитата. «Истяжающий дым, бегущая тень, воды, колебленные волнами. И хотя бы буря страшная, плавание опасно, однако же мы, пловцы, беспечно спим. Страшные свирепа море жизни, суетно надежды, надмивающие подобно бурям. Скорби вздымаются, как волны, злоумышления скрываются, как подводные камни, враги лают, как псы, похитители окружают, как морские разбойники. Приходит страсть, старость, как зима, наступает смерть, как королекрушение. Видишь бурю? Правь искуснее. Смотри, как плывешь. Не затопи ладьи своей, перегрузив ее или богатством, приобретаемой неправдой, или бременем страстей». Так, пишет, конец цитаты. То есть мы видим, Иов призывает своих друзей, чтобы они поняли и просит у Бога, чтобы Господь дал им мудрости. Так и говорит, выслушайте все вы, и подойдите, и не найду я мудрого между вами. В счетом Писании призыв к мудрости мы встречаем неоднократно. Например, у Пророка Исаии, 5 глава, 21 стих, есть такие слова. «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». В Послании к римлянам апостол Павел пишет, 15 глава, 12 глава, 16 стих, «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Сам Господь Иисус Христос говорит о том, что возвышающий себя да унизится, а унижающий себя да возвысится. Мудрость обретается только в состоянии смирения, а смирение переходит через терпение, а терпение стяжает с покаянием. И мы дальше читаем у апостола Павла, есть также слова, призыв к смирению и мудрости, 1 Коринфянам 3, 18. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке 7, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Безумным ради Христа. Как апостол пишет, «Я безумен ради Христа». И мудрость века сего, говорит, почитаю ни за что, ничем. Мусор, ссор. Свидетель Григорий Девоислов пишет по этому поводу, цитата, «Поскольку мудрые в своих глазах к истинной мудрости прийти не могут, то блаженный Иов, желая обращения слушающих его, справедливо, справедливо, и надеется не найти мудрого среди них». То есть в их рассуждениях он не видит мудрости, потому что нет упования на Бога. «Как если бы он прямо говорил им, «Учитесь быть безумными в себе, чтобы быть истинно мудрыми в Боге».» Конец стат. Что хочет сказать свидетель Григорий Богослов с этими словами? «Учитесь быть безумными в себе». То есть всю мудрость, которую человек приобрел, всю мудрость века сего, ее необходимо отрешиться для того, чтобы приобрести мудрость Христова. Христос нас призывает и говорит, «Вас должен быть ум». Апостол Павел, да, Духом Святым, призывает нас через свое послание, что «Вас должен быть ум Христов». А Господь Иисус Христос призывает и говорит, «Будьте совершенно, как Отец ваш Небесный». Чувства ваши должны быть, как в Иисусе Христе. Такой призыв. Поэтому так Господь и говорит, что невозможно вливать молодое вино в мехи ветхие. Невозможно это совместить. Прежний образ жизни с евангельской благовестью, с евангельским принципом жизни. Невозможно. Поэтому горе тем, кто старается. Есть сегодня, кстати, какая-то странная новомодная, я вот встретился неоднократно с ней, новомодное такое прочтение Священного Писания. Когда люди начинают такое, я это называю, психосоматическое прочтение Священного Писания. То есть люди начинают задаваться какие-то странными вопросами. Например, касается Каина и Авеля. Вот совсем недавно столкнулся. Была одна передача, и там обсуждалась эта тема. И один человек сказал, «А мы читаем так. Почему, вот задаемся вопросом, почему Каин не пошел, не спросил у своих родителей с точки зрения психологии? Почему он с ними не посоветовался, как приносить им жертву? Зачем Авель не пришел? Почему не собрался семейный совет? Все такие странные вопросы люди задают. Для меня это как-то, честно говоря, не укладывается в уме. В Священном Писании, в общем-то, все понятно, о чем там идет речь. Речь идет о зависти, речь идет о правильном служении Богу и о ложном, такой имитации служения Богу. В самом стоящее психосоматическое исследование Священного Писания очень опасно, для души человека совершенно не полезно, а вредно. Итак, не стоит искать этой мудрости вовне в истолковании Священного Писания. Необходимо обращаться к Отцам Церкви, те, которые своей жизнью читали Божественное Откровение. «В преисподнюю сойдет она», продолжает Иоанн, 17-16, «сойдет она и будет покоиться со мною в прахе». То есть Иов говорит о том, что все, что мы стяжаем на земле, ничего мы с собой отсюда не заберем. Вот преподобный Исихий Иерусалимский говорит в этом следующее цитата. «Зачем мы сооружаем дворцы? Зачем мы заботимся о покрывалах для постели и разных одеяниях? Зачем к имению добавляем имение, гоним бедных и притесняем нуждающихся? Зачем мы стремимся умножать богатства, которые не пойдут вместе с нами? Почему мы не верим заповеди Судии и не слушаем, что Он сказал? «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут» Евангелие от Матфея 6, 19-20. «Ибо ангелы наши», продолжает преподобный Исихий Иерусалимский, «ибо ангелы наши охраняют богатства наши, и более всего Господь ангелов». Видим, что преподобный призывает нас и говорит, почему мы не верим заповеди Судии, который говорит о том, что не собирайте себе сокровища. Зачем мы сооружаем дворцы? Действительно, когда посмотришь, выезжая на Рублевку, там люди такое себе понастроили, такое впечатление, что они всю жизнь собрали жить на земле. Зачем? Куда столько? Поэтому преподобный и предупреждает, так и говорит. Зачем мы притесняем бедных и нуждающихся? Зачем стремимся умножать богатство? И заключает, и как бы напоминает людям, что мы ничего отсюда собой не возьмем. Поэтому призывает нас верить Спасителю. То, о чем говорит и Иов многострадальный, ничего из этого я с собой не возьму. В 17-16 стихе, как говорит, в преисподне сойдет она и будет покоиться со мной в опрахе. То есть плоть мое тело, оно умрет, и все материальное умрет в этом мире. Зачем? Господь нас призывает, ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится вам. Субтитры создавал DimaTorzok